Всем привет! Сегодня, кроме макросъемки черники, я расскажу вам пару сказок, пару легенд и один стих про эту удивительную ягоду. Легенда первая. Давным-давно лесной фее нужно было перейти из одного леса в другой. Ночь была темная и безлунная. Фея заблудилась, присела на траву и пригорюнилась. Вдруг послышался ей тихий голос. «Дорогая фея, отведай моих ягод, и глаза твои станут такими зоркими, что даже в такой темноте разглядят тропиночку, которая выведет тебя из леса». И на ладонь феи кто-то высыпал будто бусинки. Поднесла она их ко рту, одну попробовала другую. Вдруг почудилась ей, что вокруг светлее стало, и тут она тропинку и увидела. Не забыла фея помощь ягодке черники и велела лесному народу расселить ее по всему свету. Так и появилась ягодка черника. Легенда вторая. Давным-давно в дремучих непроходимых лесах по соседству с людьми жили гномы. Прознав о несметных их богатствах, люди заполонили лес, перекапывая землю ища кладок. Вынуждены были уйти гномы из своих родных мест. Долго же они бродили по темному неприветливому лесу в поисках хоть какой-нибудь защиты. Но никто не пришел к ним на помощь. И только черничный кустик приютил их, спрятав под свои веточки. Благодарные за это гномы расселили чернику по всему свету. Вот такая вот легенда. Сказка первая. Ягодная королева Ирис Ревю. Когда-то давно черники в лесу совсем не было. Никто и не знал, что есть такая ягода. Но вот однажды ягодная королева прогуливалась по солнечному лесу. Хорошо ей было в лесу. Птички поют, сверчки стрекочут, даже лягушки квакают. Идет себе ягодная королева, песенки напевает и с птицами переговаривается. И вдруг летний ветерок решил поиграть с королевой в прятки. То она, то он за деревцем спрячутся. И надо же такому случиться. Зацепилась ягодная королева бусами своими за ветку. Бусы-то и порвались. Рассыпались они по всему лесу. Много-много. Бусинки в лесу остались и превратились в ягоды. А ягоды решили назвать так – черника. А потом черника появилась и в других лесах. И очень понравилась людям. Ведь она такая красивая, вкусная и полезная. Одна из самых лучших лесных ягод. Вот такая вот сказочка. Сказка вторая. Черника и брусника. Когда-то все лесные жители, животные, птицы, растения и деревья готовились встретить первые морозы. А меж тем кустики черники и брусники вдруг поспорили. У меня первые опадут листики, сказала черника. Они еще и цвет поменяют и станут не такими зелеными, как сейчас. А потом еще и осыпятся. Как жалко. Они же такие красивые. Я так люблю свои листики. Огорченно поднимая упавший листик, сказала черника. А у меня, дорогая соседка, листья не опадают. А зимуют зелеными всю зиму. Зайцы часто прибегают ко мне зимой. Лапками снег сбрасывают с кустика и лакомятся мороженой брусникой. Нравятся и мои ягоды, гордо сказала брусника. Вот мы растем с тобой всегда вместе. Только вот у тебя ягодки красного цвета, а у меня почти черного. И кто попробует мои ягоды, потом и язычок такого же цвета становится. И лапки. Но ягодки у меня вкусные, улыбнулась черника. Голубика тоже темная ягодка. Вы, наверное, с ней родственники черника? Спросила брусника. Нет, что ты. Мы совершенно разные ягоды. Голубика темно-синего цвета. Но ты правильно заметила. Растет она и правда рядом со мной. Показала на голубику черника. А у меня совсем недалеко клюква. И растет она на болоте. Если мы с тобой сладкие, то клюква очень кислая. Сказал брусника. Но зато очень полезная. Сказал старичок-лесовичок. Все вы, лесные ягоды, помогаете в холодные зимы выжить лисам, мышкам, зайчикам. Вами кормятся лесные птицы. И даже тетерева передавали вам большой-большой привет. А найдут ли они нас под снегом? Спросила у старичка-лесовичка Черничка. Не волнуйтесь, ягодки. Если зайцы проложат к вам дорожку, то и мышки к вам придут. Они не забудут, где видели полянки с ягодами. Калины, рябины, черемуха тоже будут помогать всем зимой. Тетерева ложатся спать прямо в сугроб. Хорошо в него закапывалось. А утром попробуют ваших вкусных ягод. Сказал старичок-лесовичок. Вкусный у них получится завтрак. Отчего нам с тобой брусника будет только радостно. Уже первые сугробы намела метель. И в одно солнечное утро сбылось предсказание старичка-лесовичка. К ягодам пожаловали зайцы. Они долго кормились им. А потом о ягодной полянке узнали мышки. И даже серый волк приходил попробовать брусничку. Конец второй сказки. Стих от нежной русалки Черника. Гуляет ветер по верхушкам сосен. Слегка трещат смолистые стволы. Июльский лес к ногам пришедших бросил. Черникою накрытые столы. Как будто кто рассыпал неуклюже. На маленькие кустики во мху. И словно дразнят черноглазки. Ну же, сорви. Я под листочком наверху. Возьмешь в ладошку. Капелькой пурпурной. Блеснет на солнце ароматный сок. В ней, в крошечной такой, миниатюрной, Хранится лето сладкого, глоток. По ягодке усердно собирая, Почувствуешь уш и ведерко вес. Да вот она, проказница играя, Не отпускает и все манит в лес. Ну все, домой. Любуясь, улыбнешься. А лес на сказку дивную похож. И ты мечтаешь, как сюда вернешься. И ведь придешь. Не раз еще придешь. Благодарю за ваше внимание, дорогие друзья. Расскажите в комментариях, Пробовали ли вы ягоду чернику И нравится ли она вам. До встречи на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин